Церковное искусство При его строительстве важное значение имеет не только внешний облик, но и внутреннее убранство. Мы приветствуем телезрителей и расскажем о людях, мастерством которых мы можем восхищаться, приходя в Дом молитвы для общения с Богом. Мужество и доблесть добываются в бою, а красота души в Храме Божием. Отсюда и великая потребность русского народа создавать рукотворные храмы на земле, одним из главных украшений, внутреннего убранства которых, являются иконостасы. Они состоят из нескольких ярусов святых изображений с центральным входом, который называют царскими вратами. Интересно, а что знают об этом армавирцы? В коностасы такие собраны самые лучшие иконы. Это я не знаю. Где иконы выставлены? Стенд? Не могу сказать. В коностасе? По-моему, посреди церкви там где-то находится. А вот как входите в церковь, сразу с правой стороны? Ну, когда икон много висит. А где он находится? В храме. В храме? Я не знаю. Заходишь вот так. Ну, это что-то сбоку всего. Наверное, там, где много икон. Стол для икон, в котором иконы содержатся. Как заходишь в храм, там вот по центру стоит иконостас. Иконостас находится впереди, перед священником. Бабуле моей был иконостас. Одна главная икона в окружении многих икон. Висит лампадка, ее по праздникам и в воскресенье зажигают. А в храме где? А в храме, я считаю, что центральный вход возле алтаря. Все строения в мире строятся для людей. И только храмы для Бога. Поэтому и воздвигаются они на века. Заходя в храм, сразу же обращаешь внимание на высокую стену, отделяющую алтарь, где совершаются священодействия от средней части храма. Иконостас – итог творческих устремлений многих поколений иконописцев, резчиков и народных умельцев. Сегодня в специализированных мастерских, где осуществляются работы по проектировке, изготовлению и монтажу иконостасов, киотов и другой церковной мебели, можно пересчитать по пальцам. В нашем регионе таких мастерских всего две. Одна в Краснодаре, а вторая в селе Успенском. Это предприятие создал и возглавляет энергичный человек и талантливый руководитель Олег Филонов. Свои идеи Олег Михайлович вместе с коллективом единомышленников уже несколько лет подряд смело воплощают в жизнь. Все начинается с эскиза, принимается решение в целом, как он будет. И потом мы переходим к так называемому картону, когда уже в деталях для резчиков, для исполнителей, вот сейчас ребята работают, готовится картон. То есть натуральную личину, выклеивается простыня такая из бумаги и выполняется так, как это будет. Олег Михайлович имеет личное благословение митрополита Кубанского и Сидора, трудится на благо Русской Православной Церкви. Творческая группа православных мастеров состоит из специалистов разных направлений. Сюда входят иконописцы, позолотчики, ювелиры, мастерицы церковного шитья, шлифовщики, резчики по дереву. Для художника Дмитрия Милютина это не просто работа, а труд во славу Божию. Пришел в церковь, уже лет 8 назад служил, прислуживал панамарем, потом учился художником в процессе, получил благословение на иконописца. Потом встретил Филонова Олега Михайловича, который пригласил меня вот сюда, хорошую работу делать иконостас. Светлана Новикова трудится в мастерской с самого ее основания. С каждым новым заказом работать становится все сложнее и ответственнее. Но это не пугает, а наоборот, приносит огромное удовлетворение. Самое главное, это когда уже все после монтажа стоит иконостас, выходишь, заходишь в церковь, и когда видишь, что люди, не отрывая глаза, говорят, вы какие молодцы, хорошо сделана работа. Ну, на самом деле, это главное. Неповторимость и одухотворенность создания единого и законченного ансамбля внутреннего убранства храма зависит от каждого работника творческой мастерской, от его таланта и самоотдачи. Церковные работы, как церкви ортодоксальной, неизменяемой, они не изменяются веками. То есть мы идем по канонам, работаем, ничего не меняем из века в век и придержимся старых технологий. Практически каждое изделие выполняется на заказ по индивидуальному проекту. Для изготовления иконостасов и киотов используются такие породы деревьев, как липа, каштан, орех и дуб. Все детали делаются вручную, будь то написание или украшение икон, резьба по дереву, покрытие готовых деталей с усальным золотом, вышивка церковных изделий, бисером, жемчугом, шелком, золотыми и серебряными нитями. Такой труд требует особого вдохновения и любви. В отличие от вышивки бытовых изделий, вышивают церковные изделия, икону или литургические ткани, которые снимают. Они несут духовно-нравственный характер и служат долгие века в церкви, они намолены молитвами. Коллектив творческой мастерской, опираясь на многовековой опыт по изготовлению церковных иконостасов, с каждой новой работой совершенствует и оттачивает свое мастерство. На счету мастерской семи иконостасов, которые украшают сегодня храмы Кубани, разработаны также проекты иконостасов и киотов для Свято-Никольского собора города Армавира, храмов в станице Челбасской и города Кореновска. Познакомиться с работами мастеров можно, посетив новый храм в селе Успенском и Свято-Покровский храм в селе Конокова. Прекрасный киот с изображением Георгия Победоносца украшает сегодня Свято-Никольский собор. В каждую работу вложены частицы души и тепла их создателей. Вера в духовное и вера в то, что мы не просто делаем стул, а что мы делаем это для людей, которые придут и будут молиться. В нашей съемочной группе удалось побывать в новом храме города Тихорецка, в то время, когда коллектив под руководством Олега Филонова обустраивал второй верхний предел, посвященный святой Блаженной Ксении Петербургской. Настоятелем этого храма является бывший выпускник Армавирского православно-социального института, служивший некоторое время иереем при Свято-Троицком соборе нашего города, отец Алексей Борисов. Кроме верхнего храма, в этом храме есть нижний, который назван в честь святителя Николая Чудотворца, очень почитаемого на Руси святого. Отделка нижнего храма уже закончена. В праздничные и воскресные дни здесь совершаются богослужения. В нижнем пределе находятся 33 иконы. Все они, в том числе на иконостасе, написаны в рублевском стиле. Резьба по дереву на иконостасе – древнеружская, каноническая, классическая. На изготовление нижнего иконостаса ушло около 4 месяцев. Он выполнен из моренного ясеня и липы и покрыт сусальным золотом. Стилистика и призвы была навеяна такой историей. В Курганинске, если очень интересная церковь, расписывали щенки Воснецова ее. Но там совершенно плохо очень сделан был иконостас. Единственное, что там было хорошего – это старые врата, привезенные когда-то из Москвы, уже почти разрушенные. И вот эта натолкнула мысль в таком же ключе, примерно, решить и в этой иконостасе. Востопримечательностью нижнего храма является распятие, выполненное местным художником, по примеру, белорусских мастеров. Его подножие сделано из можжевельника, которое сохранило его запах и наполняет им атмосферу храма. Чтобы все это, складываясь в единую, в гармонию, оказывало на человека благотворного мира. Тихорецкий храм посвящен святой Блаженной Ксении Петербургской. Он необычен и прекрасен не только своим внешним видом, но и внутренним убранством. Здесь идет монтаж последних элементов. Устанавливаются царские врата. Осталось привезти и поставить недостающие иконы. Все они выполнены мстерскими мастерами. Эти работы отличаются своеобразной техникой исполнения. Многие из них являются авторскими и выполнены профессионалами, членами Союза художников. Хиктуру иконостаса, мы постарались сделать ее, ну, как бы отойти от обычного. Эти розеты играют не совсем привычно, как бы. Ну, в общем, задача была сделать храм не такой, хотя бы узнаваемый, чтобы это именно, в Тихорецкий храме Ксении Петербургской. Светлый храм с переливами позолоты в сочетании нежных красок создает вид особой легкости, женственности и необыкновенной красоты, которая характерна для святой Божьей угодницы Ксении Блаженной. Наверное, все-таки не зря наш храм назван в честь Святой Блаженной Ксении Петербургской, так как в этом городе очень любят и почитают эту святую. Несмотря на кризисы и инфляцию, поднимаются сегодня храмы один за другим, строятся, восстанавливаются, реставрируются, украшают и облагораживают суетную нашу жизнь. Храмы радуют глаз, умиротворяют душу внешней красотой, гармоничным звоном колоколов и своим внутренним благолепием. В дар храму творческая группа мастеров всегда оставляет не только частицу своей души, но и два киота, которые являются прекрасным дополнением к иконостасу. В православных соборах на каждом богослужении возносятся молитвы о строителях, благоукрасителях и жертвателях святых храмов. Это и есть наивысшая награда для тех, кто верит, любит и искренне служит своему Творцу.